привет спасибо да так что мы можем свободно делиться пиринговыми пожертвованиями и когда мы думали о подготовке этого выступления я как бы вернулся к тем пяти вопросам wh я не знаю все ли вы помните это из начальной школы так я собираюсь глубоко погрузиться в что и скайлер собирается разобраться с тем почему как и где ну и что что такое свобода выбора free to z это инструмент который открывает возможность искаж для того чтобы делать одноранговые пожертвования частными прямыми доступными увлекательными и так мы перейдем ко всем этим пунктам прямо сейчас так что это не что-то действительно новое так что там есть тонна платформ для сбора средств я уверен что ты знаком с теми кто здесь на правой стороне и так patreon gofundme kickstarter indiegogo теперь однако что общего у всех этих платформ так это то что у них есть в какой-то степени определенный уровень централизации и так у вас есть доноры которые отдают деньги сторонней платформе и они в основном забирают некоторые сборы за обработку кредитных карт и так далее а затем возвращают процент получателю так что плата может быть действительно разумный а может быть и довольно высокой это действительно зависит от обстоятельств но дело в том что кто-то другой находится в середине этой сделки так что это не напрямую это не равный равному значит мы снимаем что-то что больше похоже на банку для чаевых верно так что ты берешь свою банку для чаевых раздаешь ее по кругу и люди могут класть туда деньги и если кто-то сунет туда свою руку которую ты не хочешь он вероятно получит пощечину ты же знаешь что там больше никого нет и так некоторые преимущества free to z мы являемся частными поэтому абсолютно не храним никаких личных данных это напрямую без посредников peer to peer как я и говорил это также довольно доступно так что за регистрацию z страницы взымается небольшая плата мы посмотрим на это через два года но кроме этого это просто очень минимальная плата за сетевой трафик которую вы получаете в сети скажешь что невероятно и это тоже очень весело мы можем использовать его для создания контента и обмена им и так эта карта которая показывает текущую доступность гофандмы а страны выделенные зеленым цветом на самом деле являются единственными местами где вы можете использовать гофандмы в настоящее время и я думаю вы увидите здесь некоторые общие черты между странами да как будто ты вероятно можешь прийти к своим собственным выводам но это очень ограниченный список доступных на данный момент и он в основном исключает весь глобальный юг верно так что я не знаю как ты но я почти уверен что люди за пределами этих зеленых стран могли бы использовать платформу для сбора средств возможно для сбора денег на необходимое медицинское лечение или школьные принадлежности микрофинансирование для бизнес стартапов список можно продолжать и продолжать значит основные донорские платформы также не являются частными или анонимными поэтому они требуют как минимум ваш адрес электронной почты обычно номер кредитной карты который включает в себя полное имя карты почтовый индекс страны это вроде как продолжается и продолжается бесплатно для z мы не требуем никакой личной информации позволяющей установить личность поэтому есть только имя пользователя и пароль и это абсолютно все и так у нас со скайлер есть опыт работы в банковском деле так что мы вроде как осознали важность личной информации просто вбитый в нас миллионам способов но в основном и это как личная информация которая может быть использована для транзакции или для идентификации вас как клиента так что очень важно поддерживать безопасность этой информации когда ты ее собираешь так что действительно классная вещь в том что мы здесь делаем заключается в том что мы как бы принимаем кик или ноу-йорк кастома который занимается финансами в качестве минимального требования к тому как вы храните данные клиентов мы берем это и как бы переворачиваем все с ног на голову потому что наш принцип кик так что не знай своего клиента как мы не знаем кто ты такой это совершенно личное ты держишь свои данные при себе мы их не берем и действительно хорошая вещь в этом заключается в том что в случае если бы это произошло например какой-то взлом или какая-то проблема с утечкой данных служба угроз крайне ограничено верно потому что мы даже не собираем эту личную информацию так что на самом деле мало что может пойти не так так это стало возможным только благодаря магии с каш значит мы тоже прямые и под прямым я подразумеваю что это одноранговый это всего лишь ты твой адрес от z до z и на самом деле единственный способ которым ты мог бы стать более прямым это дать щенку 5 на мой взгляд это тоже вполне доступно и так это список стандартных сборов связанных с платформами по сбору средств и как ты увидишь у большинства из них есть какая-то базовая комиссия за транзакцию и потом обычно есть что-то вроде предложенного донорского взноса который является чем-то необязательным а еще есть плата за обработку кредитных карт которая обычно составляет около трех процентов больше или меньше это действительно кое-что значит в целом и поскольку мы используем скаш для всей обработки транзакций мы получаем довольно близко к бесплатным с точки зрения наших требуемых сборов так что это довольно удивительно помимо того что это доступно по цене на самом деле это очень весело и так у нас есть богатая платформа контента и на ней уже есть много отличного контента ты можешь видеть здесь что касается машины скаш с этим был связан небольшой сбор средств некоторые люди продвигают мировое турне скаш криптоу ворлд тур так что действительно классная вещь в этом заключается в том что вы действительно можете делиться практически любым контентом прямо сейчас в этой комнате просто оглядываясь вокруг как будто там есть кинопродюсеры я вижу тонну инженеров программистов я знаю что есть несколько писателей и возможно даже несколько начинающих поваров шеф-повар следующий знаменитый шеф-повар значит у тебя действительно могут быть страницы обо всех твоих интересах так что создать нового пользователя очень просто если ты шеф-повар и программист у тебя может быть один профиль для всех твоих программ где ты можешь делиться образцами кода и совершенно отдельный профиль для кулинарной книги которую ты пишешь верно так что мы просто пытаемся сделать это как можно веселее теперь есть несколько истории здоровья так что мы уже видим как многие люди используют их для сбора средств на проблемы со здоровьем и они становятся действительно реальными как будто они сами себя накачивают они просто выкладывают всю эту информацию и просто верят в силу и честность сообщества с каш в то что люди обратятся к ним и помогут им преодолеть эти проблемы со здоровьем здесь тоже происходит много интересного так вот он бандит из пяти зеков то есть мне нравится рассказывать эту историю но есть кто-то или может быть группа людей которых мы на самом деле не знаем которые просто делают эти большие взносы в пятерку зек на бесплатные страницы ту-зет и да людей посещают бандиты файв зек и в некоторых случаях это даже меняет жизнь и так есть человек который очень активен в сообществе с каш в латинской америки рузвельт гордонис и он просил пожертвования на приобретение нового компьютера потому что его компьютер был совершенно неработоспособным и на самом деле он получил не только один но и два визита из пяти зек бандит в итоге получил достаточно денег чтобы купить этот действительно потрясающий новый компьютер и теперь его уровень вовлеченности активности и поддержки сообщества просто взлетел до небес с тех пор как у него появилась эта новая машина так что это просто очень интересно посмотреть что происходит так что если кто-нибудь знает кто такой пятисегментный бандит мне любопытно поэтому пожалуйста пожалуйста дайте мне знать и может быть мы скоро увидим бандита с десятью зеками кто знает так что теперь я хотел бы перейти к фактическому показу тебе об этом сайте так вот это наша домашняя страница супер минималистичный дизайн как ты видишь у нас есть синяя кнопка которая приведет тебя к ранжированному списку бесплатных до z страниц а затем под этим есть зеленая кнопка для создания новой страницы и у нас также есть этот красивый qr код для пожертвования непосредственно free to z так что если кто-нибудь хочет поддержать платформу я могу оставить этот слайд на некоторое время если кто-нибудь хочет подойти взять этот qr код и начать жертвовать это прекрасно я могу оставить это там наверху да хорошо это или нет но ты также можешь зайти free to z.com или free to z кошей и получить этот qr код а давай поговорим о том как на самом деле творить так что на самом деле вам даже не нужно создавать пользователя free to z чтобы познакомиться с сообществом и начать делать пожертвования и участвовать в компаниях это просто если ты хочешь стать участником или создать свои собственные страницы тогда тебе придется создать пользователя так что все очень просто просто выбери свое имя пользователя оно полностью общедоступно осталось еще много хороших а затем пароль а затем просто пройдите через копчу это так просто и вот как это выглядит на самом деле создать страницу как видишь ты можешь поместить в название все что захочешь там есть хорошая ссылка на тщеславие которая в конечном итоге становится доменным именем верхнего уровня для этой страницы так что это уникально это будет полезно для seo так что это действительно должно быть уникально а еще есть сумматор ptp это в основном то где ты вводишь свой адрес z по которому ты хочешь получать защищенные платежи а затем ниже у нас есть этот хороший редактор моргдаун так что если ты знаком с моргдаун это сцентная функция моргдаун так что ты можешь использовать ее так эффективно как захочешь и если ты не знаешь о моргдаун или тебе это не безразлично там также есть просто симпатичная маленькая панель для редактирования и что самое замечательное в этом так это то что вы можете встраивать практически любой тип контента под солнцем так что все социальные сети youtube twitter ты можешь просто бросить туда ссылки и это будет видно очень легко а теперь некоторые страницы не публикуются так что эти флажки посередине там значит издан и профинансирован в принципе мы увидим это через два года но если ты действительно хочешь получать деньги на свой z-адрес тебе нужно пополнить страницу для которой требуется одна тысяча и часть платежа zek так что почти ничего но это просто что-то вроде механизма защиты от спама и вот как на самом деле выглядит опубликованная страница и как ты увидишь этот фиолетовый цветок слева это в основном для повышения страницы в списке так что если ты хочешь быть уверен что больше людей обратят внимание на твой контент ты можешь внести небольшую плату это все еще довольно разумно чтобы получить повышение но это похоже на небольшой нативный рекламный механизм с использованием скаш хорошо так вот как финансировать страницу и так у меня здесь есть небольшое видео я собираюсь сыграть в это хорошо теперь пришло время финансировать нашу z-страницу так что я собираюсь перейти к моему списку z-страниц здесь и эта страница еще не была профинансирована так что мы можем пойти дальше и либо использовать qr-код в нашем телефонном кошельке либо я собираюсь пойти дальше и забрать платье прямо нажав здесь а теперь мне нужно залезть в свой кошелек в моем случае я использую кошелек zek но ты можешь использовать что-то другое если хочешь я собираюсь записать этот адрес и мы его скопируем и здесь сумма финансирования и памятка устанавливаются автоматически так что все что мне нужно сделать это нажать отправить хорошо он попросит меня подтвердить здорово транзакция была передана в эфир так что теперь мне просто нужно подождать и страница будет профинансирована моя личная любимая функция это наш раздел комментариев прямо здесь так что любой кто занимался какой-либо веб-разработкой или имел дело с комментариями на форумах знает что просто избавить их от спама это огромная проблема но опять же мы используем мощь с каш и так когда ты оставляешь комментарии в основном тебе нужно произвести платеж по этому qr-коду и в результате просто заплатив этот минимальный платеж мы на сто процентов избавили наш форум от спама так что я думаю что это действительно классное использование с каш и прежде всего у нас есть темный режим это очень мило все в порядке скайлер ты в курсе дела всем привет я скайлер и да я не люблю компьютеры не люблю программное обеспечение очевидно мне не нравится криптовалюта я не люблю суеты и я ленив так почему же я решил пуститься в это безумие просто зеленый идет вперед да да так что я отчасти шучу мне действительно нравится разрабатывать программное обеспечение но ты знаешь мне нравится играть музыку у реки со своей семьей и я не отношусь легкомысленно к созданию нового программного обеспечения я вроде как считаю себя самопровозглашенным экспертом по производительности программного обеспечения правило номер один для повышения производительности программного обеспечения не начинай писать больше программного обеспечения потому что писать его дорого это дорого обходится в обслуживании зачем мне это делать так что если ты сколько людей использовали zek wallet light или другой легкий кошелек на своем телефоне такой же как почти все да так ты помнишь то чувство когда в первый раз ты получил транзакцию на свой телефон а затем смог отправить ее и ты доказал это и это заняло всего пять секунд или что-то в этом роде а потом ты зашел в блокчейн explorer и увидел что никто ничего не видит и для меня это был просто действительно волшебный опыт и я вроде как следил за скаж на расстоянии с тех пор как я думаю вы могли бы сказать задолго до старта и поэтому для меня это было именно таким достижением и кульминации десятилетий теоретической работы и да я вроде как хотел я хочу чтобы люди испытали это волшебство и может быть я бы оценил может быть в 10 раз меньше десятки тысяч людей когда-либо испытывали это я вроде как думаю что это недооценивается так как же мы можем привлечь к этому больше людей и в то же время снова и снова я слушаю подкасты весь день и иногда всю ночь к сожалению но да люди просят поддержки и я хочу оказать им поддержку и у меня есть это волшебство в кармане и да я хочу отправить им эти средства но они не знают о магии и для меня это просто работал в банковской сфере шесть семь восемь лет чтобы это ни было и поэтому я просто слышу что-то вроде отправьте деньги на визы и например войдите в централизованный сервис достаньте свою кредитную карту и получите новый пароль или оуз с помощью твиттер и это просто я хочу донести эту магию до большего числа людей чтобы они поняли и ты знаешь что все больше и больше людей могут использовать скаж для этой цели так что да тем временем я просто немного расслабляюсь и ты знаешь я только что заметил это на днях я не знаю является ли это недавней оценкой это просто своего рода первый результат в гугл например сколько стоит гофандме и я думаю что это довольно интересно что это в основном на тот же порядок что и все с каш в каком-то смысле это действительно яблоки и апельсины но для меня и смотрю на это из каш это ультра современная криптография со всем этим как тысячи часов на самом деле количество умственных способностей просто ошеломляет и гофандме я не хочу принижать то что они делают и ты знаешь гофандме отличный инструмент я также погуглил что у них 50 миллионов доноров так что они добились этого сетевого эффекта это работает для многих людей так что но для меня технически это действительно довольно просто как будто я вижу все это целиком это api это веб приложение это похоже на то что мы все делали в 2010 году или что-то в этом роде все эти вещи выглядят так как будто я просто обдумываю их возможно годами в некоторых случаях но ты знаешь мне просто интересно можем ли мы создать двигатель как какой-то вирусный успех который мог бы создать положительную обратную связь чтобы все больше и больше людей могли испытать эту магию защищенной транзакции частные интернет деньги я хотел бы сказать да так что я просто обдумываю все это и ты знаешь многие идеи которые у меня были бы были вроде того что могло бы быть ты мог бы сделать что-то связанное с лишением свободы но тогда у тебя возникнут проблемы с безопасностью и трудности с регулированием так что как и многие мои идеи которые я мог бы придумать они не стоят того чтобы их реализовывать потому что это слишком много хлопот слишком много хлопот слишком много программного обеспечения Но с другой стороны, мы много говорили о программируемости, программируемости в Zcash, и есть такая интересная функция, зашифрованная записка. И я вроде как подумал, что это небольшая полезная нагрузка, и это может описать намерение платежа. Так что в принципе это может привести к автоматизации. Я тут подумал, что ты мог бы разблокировать арендованную машину или заплатить за аренду дома. И ты действительно мог бы запустить своего рода произвольную автоматизацию, основанную на этих небольших полезных нагрузках. И какую же простейшую возможную автоматизацию ты мог бы сделать? Ты мог бы переключить логический флаг в базе данных или по сути что-то вроде покупки строки в моей базе данных. Я довольно хорошо управляюсь с базами данных. Я вроде как ожидаю ДОС-атаки в середине речи, так что освободи меня. Мы позаботимся об этом позже. Я не собираюсь слишком беспокоиться об этом. Но нет, но я довольно хорошо разбираюсь в масштабировании баз данных, как в традиционных веб-приложениях. И я подумал, ты мог бы купить строку в моей базе данных. И да, так что в основном все, что находится справа, это что-то вроде традиционного GoFundMe. Так это просто традиционное веб-виложение. Это хороший интерфейс. Это REST API, чтобы пользователь мог общаться с API. Они могли бы общаться с пользовательским интерфейсом, и это своего рода веб-приложение, управляемое базой данных. Довольно простая штука. Но тогда эти другие три блока, это своего рода то, что пользователь может общаться с кошельком и иметь намерение, а затем они транслируют их по сети. И тогда мы сможем читать на нашем узле с кэш-ди-фул в том виде, в каком он есть сейчас, и по сути, просто кэшировать эти транзакции в нашей базе данных. И так это становится очень простой проблемой. И знаешь, что произошло. Нам не нужно запрашивать с кэш-д в прямом эфире или что-то в этом роде. Мы можем просто поместить его в Redis прямо в сотни миль от тебя и просто подавать его. Никаких проблем. Миллионы просмотров, неважно. Просто покажу тебе несколько фрагментов кода, которые я вроде как должен был понять сам. На самом деле, Натан, вроде Натана Уилкокса, вроде как просветил меня об этом хитром РПК. Потому что я просто пытаюсь как бы перевести данные из кэш-ди, в например, язык программирования общего назначения, который Пайтон. Мне вроде как очень нравится Sleek РПК, так что это действительно классная библиотека, в которую ты, возможно, захочешь заглянуть. Это действительно просто, хотя и основано на строках, так что хорошая часть этого заключается в том, что вам не нужно обновлять его, когда появляются новые вызовы РПК. Это вроде как готово к работе. Это просто волшебным образом превращает методы в строки, в вызовы РПК, и это круто. Но я вроде как за эти годы полюбил типы. Так что я вроде как хочу знать, что мне нужно передать, и какие методы доступны, и что я могу получить обратно. Я как бы создаю небольшую оболочку вокруг Sleek РПК. Действительно нравится. А потом, да, это, наверное, слишком много кода для слайда здесь. Но да, в основном это просто чтение транзакций, анализ заметок, выяснение, является ли это тем намерением, которое ищет эта конкретная вещь. А затем, по сути, просто кэширование его в базе данных, а затем выполнение некоторого нашего волшебного алгоритма для кэширования. Что такое творец? Это что-то вроде небольшого влияния, так что нам не нужно постоянно консультироваться с блокчейном на этом этапе. У нас это вроде как локально. Или да, у нас это вроде как есть в нашем собственном пространстве, так что мы можем кэшировать его и просто запрашивать. Так что когда кто-то приходит, чтобы вызвать API, это просто похоже на то, что на этом трудная часть закончена, и это один из способов думать об этом. А потом с другой стороны, так что это задняя часть. На переднем плане мы этого хотим. Это по сути почтовый индекс 321, который я думаю до сих пор является моим любимым почтовым индексом. Я знаю только о нескольких, но это в основном позволяет вам иметь памятку. И вот здесь я могу создать некоторый джан и передать его в эту функцию. И есть немного особенная база 64. Это необычная база 64. В этом есть пара интересных моментов, но я думаю, что кто-то, кто знает лучше, поправит меня, если я ошибаюсь. Но я думаю, что это машинописная реализация платежного URI ZIP 321. Но возможно я упускаю какую-то деталь. Я не уверен. Но это позволяет нам сделать эту презентацию для пользователя в пользовательском интерфейсе и передать ее в кошелек. Так что это по сути три способа, которыми кошелек может взаимодействовать с URI платежа. Так что он либо будет считывать QR-код, либо вы можете скопировать и вставить его, и он попадет на большинство кошельков. Если ты просто вставишь его в адрес, он заполнит сумму в записке. Важная маленькая деталь, не связывайся с памяткой, не используй джан. А потом тоже поставил лайк, большое спасибо. Это потрясающе. Мы придумаем, как передавать сообщения и тому подобное тоже. Но в любом случае, да, так что мы можем создать эти приятные интерфейсы, с которыми кошельки могут довольно легко справиться. Да, так что оспаривай этот первый пункт. Не так-то просто понять, как работать с каш на Python или работать с каш и Node.js React, независимо от того, что они любят на высоком уровне. Я называю себя высокоуровневым, ну, прозработчиком, хотя я вроде как существую целую вечность и вроде как старею, но в отличие от базового уровня протокола. Но в принципе я вроде как хочу внести свой вклад в это пространство, где, я думаю, мне действительно нравятся ручные поводыри и нравится кормление с ложечки. Я большой поклонник этого. Я давний новичок в Django, так что мне очень нравится, как будто ты никогда не писал веб-приложение. Не беспокойся об этом. Иди сюда, у нас есть для тебя документы. У тебя будет волшебный опыт. Твое первое приключение в разработке программного обеспечения. Так что я хочу сделать с каш почти таким же простым, почти ДНП. Установи с каш или что-то в этом роде. Так что у тебя вроде как просто есть эти готовые библиотеки и так далее. А ты знаешь, как ты управляешь с каш? Ди, как ты ставишь на него легкий кошелек Ди. Или Зебра, как бы ты это поменял? Или и так, да, другие проблемы. Мы вроде как. Я немного растянулся. У меня есть много адресов счетов, которые я использую в каждом легком кошельке. Я как бы посылаю все, что угодно, повсюду. И да, есть некоторые ключевые решения, которые могут пойти совсем не так, когда ты пытаешься масштабироваться. Так что типа моей первой мыслью было, что у меня будет адрес каш с разными начальными фразами для каждой страницы, и я просто собирался загрузить его в скэшт. И я вроде как задумался об этом, и это было похоже на миллион начальных фраз, а потом ты такой, что такое повторное сканирование. Может быть, и поэтому я получил некоторую помощь на форуме, и Zip321 пришел на помощь. А потом что-то вроде интенсивной оплаты вместо дифференциации на основе похожих адресов. Хотя диверсифицированные адреса могут быть интересным подходом к этому стихотворению, но вам нужно принять определенные решения, если вы думаете о масштабе. Да, так что есть о чем подумать. И точно так же нам понравилось просматривать ключевые функции. Так что если ты хочешь провести что-то вроде прозрачного сбора средств. Так что это довольно забавно, что никто не знает, сколько у тебя денег, и никто этого не видит. Я этого не вижу. Это равное равному. Это экранировано. А что если ты хочешь сказать, что я пытаюсь собрать 10 зеков? И это немного забавно, что если ты отправишь деньги на это в зек, и ты увидишь, как растет маленький червячок. И ты увидишь свой комментарий типа «Я надеюсь, ты действительно получишь этот компьютер». Здесь зек примерно на 10 долларов. Так что это было бы довольно весело. Но да, пытаюсь подумать о том, как это масштабировать, если бы у нас были десятки тысяч просмотровых клавиш, и нам нужно было сканировать. Просто в этот момент мы решили пока придерживаться основного предложения, хотя оно работало и было действительно классным. Но да, просто тебе нужно учитывать некоторые из этих вещей, если ты собираешься использовать десятки тысяч, сотни тысяч объектов. А потом пескоструйная обработка. Крикни Зофу за то, что он дал мне это слово. Это действительно застряло, может быть это пылевая атака или что-то в этом роде. У сети большая нагрузка, много выходов, и это похоже на заядлого пользователя легких кошельков. В некотором смысле это было своего рода неудачей, но мне тоже нравится слово «пескоструйная обработка», потому что, возможно, мы сдуваем всю ржавчину и грязь. И в конце у нас получается действительно блестящая матовая сталь. Так что это было своего рода вызовом. И да, все это в основном основано на этом пользовательском опыте, когда вы знаете, что у людей в кармане легкий кошелек, и он действительно хорошо тонет. И ты знаешь, им это нравится. Итак, мы почти пытаемся превратить людей на борту в легкие кошельки. И ты знаешь, пескоструйная обработка вроде как привела меня к более подробным сведениям о том, что происходит там под одеялом. И ты знаешь, может быть я, вероятно, начну вносить свой вклад. Выяснение того, как сделать эти вещи лучше, а затем приспособить продукт к рынку, это всегда приключения и опыт обучения, поэтому мы очень итеративны. Так что приходи и скажи нам, что ты хочешь увидеть, что тебе не нравится, а потом мы просто развиваем это на основе отзывов пользователей. Прямо сейчас это на самом деле не с открытым исходным кодом, так что вокруг плавает много фрагментов. Это все равно не ракетостроение, так что я имею в виду, что я бы с радостью помог любому. И мы, вероятно, откроем исходный код всего сайта или по крайней мере значительных его частей. Но да, так что в свете ситуации с кошельком, я вроде как стал действительно больше думать обо всем стеке легких кошельков от Zebra Zcash. И вот это я называю синтетическим стволом. Я не скажу этого слова. Это так тяжело, только не тебе. Но да, в принципе, я хочу работать. Я хочу попробовать новую версию Scash D и, может быть, может быть, филиал Light Wallet. D и, может быть, я хочу EB протестировать синхронизацию лезвий против синхронизации деформации и посмотреть, как это работает. А я хочу Neon или я хочу NoteBinjen. Или я могу попробовать Vasum. Или ты знаешь, есть просто много перестановок, которые... Но в конечном счете я хочу иметь возможность, возможно, передать это Джонатану и просто сказать, попробуйте эту ветку, и в ней могут быть разные версии всех этих разных вещей. И ты знаешь, так что есть много экспериментов, пропавших без вести гидов. Так что мне все равно приходится писать заметки, чтобы я ничего не забывал. И как я все это раскрутил. Или еще лучше, как это автоматизировано. Или как раскручивается инфраструктура и все такое прочее. Может быть, я вроде как начинаю небольшое репо руководств. Итак, и XS Experiments DAX мы получили от Scash Foundation Scash. Так что это похоже на то, что мне не нужно запоминать и ходить вокруг да около. И у меня могут быть сценарии сборки, которые ссылаются на несколько вещей. И мне не нужно говорить Джонатану сто шагов, чтобы воспроизвести мое состояние. Ты только посмотри, попробуй это сделать. Посмотри на ветку, там сценарии. Он построит A и B, попробуй загрузить их в C, а потом как это работает для тебя. И ты знаешь, тогда он тоже может начать над чем-то работать. Да, так куда же мы все-таки направляемся? Так вот в чем дело. Зайди в зоопарк. Кстати, вселенная пользовательского интерфейса Scash. Зайди в зоопарк. Иди в зоопарк. Попробуй провести несколько экспериментов, напиши несколько документов. Да, сделай несколько выпусков бесплатно для Z. Так что я вроде как считаю, что 0 это лучшее число. Не создавай программное обеспечение. Программное обеспечение это плохо, но мое следующее любимое число 1. Итак, у меня есть одно место, где я могу найти все. И ты знаешь, это не мои любимые логотипы в мире, наверное, или что-то в этом роде. Но я думаю, что мы попытаемся встретиться с людьми там, где они есть во многих отношениях. Так, вроде как, смирись с этим. Как будто это то место, где находятся люди. И может быть я имею в виду на самом деле. Один из пунктов заключается в том, что я хочу, чтобы люди извлекали выгоду из этой вещи, не зная, скажешь или не зная подробностей. Так нравится, что это своего рода волшебный опыт с несколькими щелчками мыши. Так что, может быть, кто-то действительно хочет пожертвовать на определенное дело. И они не собираются проходить кик с джеминой, чтобы это не стоило, чтобы путешествовать по миру, когда на самом деле они просто хотят получить визу. И может быть есть какие-то детали о том, как это будет работать без того, чтобы мы были посредниками и не имели этой более надежной зоны безопасности. Это своего рода катастрофа на поверхности. Это что-то вроде ДБД. Но мы вроде как планируем позволить людям вроде как возможно покупать Zcash, а затем они отправляются туда, куда они хотят их отправить. Или у них есть небольшой бюджет, который они собираются. Я хочу потратить 30 долларов, например, на помощь людям, и вы знаете, выбирайте и выбирайте после того, как я все равно получу свой Zcash, нужно проработать много деталей. Но также и другие виды интеграции. Так что снова встречайся с людьми там, где они есть. Мне нравятся все эти логотипы. Это немного противоречиво. Какой из них такой? Мне действительно не нравится этот логотип. Но ладно, ты можешь поместить это на слайд, или мы сделаем это сами. Так что, но ты же знаешь, ты программист. Ты хочешь добавить банку чаевых. Это могло бы быть в два клика, например, с Github Ous. И ты знаешь, тем не менее, это похоже на то, что 30% мира работает на WordPress или что-то в этом роде. Там может быть подключаемый модуль. Нам нужно. Си-о-о, это что-то вроде плохого слова из далекого прошлого, но мы это делаем. Если ты что-то гуглишь, ты хочешь, чтобы эта релевантная вещь как бы поднялась высоко. Если кто-то вставляет ссылку, чтобы поделиться ею на Facebook, у нее должна быть красивая открытка, на которой есть что-то вроде нужных вещей, и так далее, и тому подобное. Но гораздо интереснее и важнее интеграция кошелька. Поэтому мы хотим сделать это проще, более плавно. В какой-то степени это позволяет кошелькам использовать Free to Z в качестве адресной книги. Принеси бесплатно Z в кошелек или принеси кошелек бесплатно Z. Так что вместо того, чтобы просто типа ты на сайте, ты идешь сюда, ты отправляешь средства. Ты заходишь на этот сайт, видишь, что он работает, или что-то еще, сделай это более плавным, как в один клик. И да, некоторые другие вещи, например, мы не поддерживаем унифицированные адреса Orchid, так что в ближайшие месяцы это будет иметь большое значение. Я предполагаю, что это на самом деле скриншот кошелька, с которым я играю или который я начал. Это что-то вроде настольного кошелька, который ты знаешь, там много деталей, но ты знаешь, что, возможно, ты сможешь сделать синхронизацию сменной. Так что это похоже на пользовательский интерфейс здесь, и синхронизация здесь, и вы знаете, архитектура немного отличается от некоторых существующих кошельков. Но да, на самом деле это довольно близко. Так что, надеюсь, мы отправим, может быть, через несколько дней, а восстановим, может быть, через пару недель. И да, вы можете получить его синхронизацию, а затем, надеюсь, унифицированные адреса. Хотя вчера я разговаривал с Астрадом около часа, так что теперь мой разум полностью взорван. И есть эти идеи бесконечной масштабируемости и о том, что может произойти в ближайшие месяцы, годы в будущем. Так что это довольно интересно. Может быть, это не так актуально, как в моем мире в последнее время, но да, довольно классный кошелек. Это должны быть довольно хорошие вопросы. Прежде чем я начну отвечать на вопросы, у Вини был один на Дискорд, который я собирался задать. Она спросила, по сути, ты собираешься получить еще один грант на маркетинг? И это довольно интересный вопрос, но я думаю, да, возможно, ответы есть. Может быть. Но да, интеграция с кошельком это то, чему мы действительно очень рады и с чем хотим работать. Вроде того, ситуация с кошельком должна быть решена. И действительно хорошей. Потому что мы не хотим, чтобы люди вроде как приходили в Free2Z, и мы покупали несколько кликов, и они вроде как хотели это сделать. Мы хотим, чтобы у них был опыт Aplies через все это. Так что я на самом деле не хочу просто выбросить зек за наличные, а затем отдать деньги Google или Facebook, чтобы лайкать, получать глазные яблоки и клики нравятся. Я не думаю, что это то, как мы должны представлять себе маркетинг. Я действительно хочу органично одноранговое из уст в уста. Посмотри на эту штуку, которую я использую. Я добился такого большого успеха. А потом это действительно создает защищенный бассейн, усыновление и тому подобное. Я думаю, в этом-то все и дело. Да, у меня есть пара вопросов. Уходи. Я очень люблю этот проект. Так что спасибо вам, ребята, за то, что вы поработали над этим и воплотили это в реальность. Я думаю, это потрясающе. Ты не думал о маркетинге Free2Z в качестве альтернативы Patreon или OnlyFans? Тем не менее, многие платежные системы не должны подвергаться цензуре. Да, это хорошая идея. Короче говоря, нет, мы об этом не думали. Я думаю, что смысл сайта, на котором есть такое открытое сообщество, как этот, в том, что я действительно это имею в виду. Это будет естественно развиваться во многих разных направлениях. Так что мы вроде как прислушиваемся к сообществу, чтобы понять, к чему, по нашему мнению, это приведет. И я не думаю, что мы особенно, что директивы типа, о, хорошо, это то, что нормально, а что нет, чтобы делать с тобой. Я вроде как знаю, как они работают, но Paytrean это в основном повторяющаяся вещь. Это похоже на один из да, это довольно интересная вещь с криптовалютой, как бы мы это сделали. Потому что это похоже на то, что все происходит мгновенно и окончательно. И тогда мы могли бы взять под опеку средства, а затем раздавать их ежемесячно. Но в этот момент это как бы, почему бы тебе просто не отправить все это сразу. Или мы могли бы взять твое электронное письмо, чтобы придраться к тебе за то, что ты сказал кому-то, что собираешься давать им ежемесячно. Но да, вроде того. Там есть несколько интересных возможностей. Или, может быть, это превращается в бесплатные, чтобы увидеть смешные деньги. Это то, о чем нам придется подумать, но мне нравится, знаешь ли, если у тебя есть немного денег, которые ты хочешь кому-то отправить, просто сделай это, и это напрямую к ним. И мы не посредники, так что мы могли бы кое о чем подумать. Это могут быть напоминания. Может быть. Может быть у кого-то еще есть идеи по поводу периодических платежей. Или, может быть, это у тебя в бумажнике. Напомни мне нажать ОК в следующем месяце, чтобы дать этому человеку еще 10 долларов наличными от А до Я или что-то в этом роде. Может быть, это на стороне кошелька. Хорошо, ты можешь добавить два ФА для входа в систему для безопасности в будущем. Это интересно. И в Твиттере был пост, где на самом деле Зука жаловался на то, что они пытались получить его номер телефона в течение двух недель. А потом произошла утечка данных в Твиттере. Я имею в виду вопрос в том, что именно ты защищаешь. Ты защищаешь кого-то, кто не может войти в систему и, например, злонамеренно изменить свой одноранговый адрес. Так что пожертвования, которые должны идти тебе, вместо этого идут им. Я имею в виду, что есть и есть. Это не без поверхности атаки, но снова нет опеки. И поэтому я бы не решился добавить два ФА. Если кто-то привел убедительный аргумент, мы определенно способны это сделать. Но мне вроде как нравится, что этого там нет. Как ты можешь сделать пользовательский интерфейс FreeDizze таким же интуитивным, как GoFundMe, Patreon и так далее? Кажется, Patreon. В этом есть своя тема. Я не знаю. Мне вроде как есть что сказать по этому поводу. Я не знаю, как Patreon. Поэтому я пошел подписаться на Patreon, просто чтобы испытать это. Что такое Patreon? Я собираюсь испытать это на себе. И я не смог пройти процесс регистрации. Лично мне стало скучно, я устал, испугался. Я не боюсь, но ты знаешь, я вроде как. Это было так трудоемко, и в этом так много всего. Я вроде как, я не знаю, что может быть более дружелюбным, чем просто перейти без проверки содержания заголовка. Я не знаю. Я имею в виду, что всегда есть вещи, которые можно улучшить. Это все еще очень ранний проект. Как будто будет так много изменений, даже в течение следующих нескольких месяцев. Совершенно верно. На стороне пользовательского интерфейса будет много изменений. Я думаю, ты сейчас увидишь. И мы верим в постоянное совершенствование. Со временем все станет намного лучше. И на самом деле участие сообщества, это то, что действительно делает это возможным. Если ты просто придешь к нам со своими вопросами, отзывами, предложениями, это будет невероятно полезно. Да, я мог видеть, что это немного больше похоже на волшебство, потому что это что-то вроде. Хорошо, я создаю имя пользователя и пароль. Но зачем? Так что может быть это примеры и то, что ты можешь сделать. А что означает имя пользователя? Так может быть немного микровидео, когда ты просматриваешь, например, на что похож этот одноранговый адрес. Привет, я Джонатан. Позволь мне рассказать тебе о пиринговом адресе или что-то в этом роде. Но да, есть масса возможностей для улучшения, поэтому мы ценим любые предложения. Какие-нибудь проблемы, которые ты хочешь открыть на нашем джитоп. Пожалуйста, пожалуйста, сделай это. Милый. Да, это потрясающе. Спасибо, ребята. Спасибо и спасибо всем за то, что пришли на скан. Три. Это обертка. Вот и все.